В Министерстве здравоохранения предлагают перенести сроки окончательного внедрения обязательного медицинского страхования на два года. Такую информацию журналистам озвучил глава ведомства Ельжан Бертанов. По его словам, это связано со сложностью вовлечения в ОСМС самозанятого населения, а это почти 3 миллиона человек. Как отметил Бертанов, ранее в Министерстве предполагали, что во время переходного периода за них будет платить государство. Однако президент Нурсултан Назарубаев заявил, что у самозанятых граждан должна быть возможность самостоятельно реализовывать свое право на медицинскую помощь и оплату медстрахования. В том числе предлагается частично перенести сроки. То есть мы продолжим деятельность фонда и сбор взносов с работодателями наших предложений, продолжить сбор взносов, которые поступают, но перенести сроки оплаты за медицинские услуги на год или на два. То есть сейчас мы это прорабатываем. При этом министр здравоохранения заверил, что уже поступившие средства фонд ОСМС будут надежно храниться в Национальном банке и аккумулироваться им же. А также назвал сумму, которая поступит от компании работодателей до 2018 года – около 160 миллиардов тенге. Отмечу, что за два месяца с начала работы фонда поступило более 6,5 миллиардов. 80% из них внесли работодатели. В целом мы посчитали, что за два года порядка 160 миллиардов тенге может быть накоплено. И по закону 110 миллиардов тенге – это как раз-таки требуемые Национальным банком резервы для обеспечения стабильности фонда. А остальные деньги пойдут на расширение пакета медицинских услуг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова